Приветища, это все, здесь Фактори, мы продолжаем здесь бомбическое строительство. В прошлой серии я построил невероятную дугастую дорожечку наверх, вот такими волнами. В комментариях писали, что ну нафига ты такими волнами построил, теперь сам же морочишься. Говорят, может тебе лучше сделать здесь прыжковые панели, прям вот кучами их тут понаставить, и с одной панели на другую прыгать, и так типа быстрее будет, и не будешь застревать. Вот некоторые говорят, сделай одну горочку высокую прямо до конца, а потом прямую линию, так будет проще всего одно место, где может запороться у тебя мототехника твоя. А также говорили, а что еще говорили? А, попробовать на мототележке или вообще на тачке заехать на прыжковую панель и посмотреть, что произойдет. Но я думаю, что ничего не произойдет, потому что на нее надо прям налететь, вот прям напрыгнуть на нее, я думаю, что ничего не прокатит. Также мне сказали, что надо переделывать завод, потому что в будущем я буду потеть. Насчет вот этой дороги, я еще подумаю, ну просто я выяснил, что у меня в будущем будет гиперлапс. Гиперлапс это такая труба, в которую я залажу и могу по этой трубе скользить очень быстро. Вот, короче, вот-вот-вот, смотри, гипертрубы, называется, вот такие вот они выглядят. Это мини-эксперимент. Заехать на прыжковую панель и посмотреть, прыгну ли я или нет. Садимся, берем разгончик. Ну, видишь, там лесенки, я не думаю, что я по лесенкам заеду, но... Так, вот-вот, видишь, вот-вот так вот как-то... Оу, прикол! Возможно! Круто! А подожди, а если я возьму большой, большой транспорт, большой трактор? Поехали. Сейчас проверим, тебя моя... Вот эта подушечка поднимет или нет? Да, поднимает, но не так высоко. Короче, чем тяжелее транспорт, тем, соответственно, ниже он летит. Но оно работает. А, соответственно, оно будет работать и против... против... монстров. Было бы прикольно посмотреть, как вот этот чудик полетает на нашей подушечке. Ты посмотри, кто к нам в гости сбежал. Это наш подопытный кролик, который прямо на платформу двигается. Давай, давай, заходи. Милости просим. Только в другую сторону развернись немножечко. Кстати, знаешь что? Я тут узнал, что их можно с ног сбивать. Смотри, сажусь в свой трактор. Поехали. Смотри, как это будет няшно выглядеть. Спать ложимся, дружок мой. Хлебышки еще. На бочину. Позе эмбриона засыпаем. Блин, ну ты развернулся. Ну как так? Подожди, давай в другую сторону. Ну что ты? Как же прыжковая панель? Эх. Ну ладно, хватит тут развлекаться и дурака валять. Сегодня у нас с тобой важная миссия. Для того, чтобы сделать те гиперлапсы и другие всякие приспособы, нам теперь нужны конструкторы очень серьезные, которые будут делать нам не просто винтики и пруты, а медные листы, стальные балки и стальные трубы. Также мне, кстати, сказали, что если подходить к руде и наводить на нее, то там будет написано обогащенная эта руда или нет. Соответственно, если она обогащенная, то там дофига руды и она быстро добывается. Если нет, то грезем большой палец, как говорится. Значит, у меня тут есть, смотри, медные проволоки, которые идут вот сюда, в контейнер на накопитель, а есть, которые делают кабели. Сейчас, давай, 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 мы сейчас вот это вот приостановим. Обломись, медных листов не получится, потому что мы не делаем медные слитки. Медные слитки здесь, то есть производство надо останавливать тут. Стоп. Переводим здесь производство из проволоки на медные листы. Можно все это дело запускать. Посмотрим, как пойдет. Вот, вот, пошло, пошло, пошло. У нас есть медные листы, они будут у нас вот сюда отправляться сразу же, прямиком. Вот, они есть, отлично. Всего лишь надо было перенастроить свой конструктор. Ух ты, как луна садится за горизонт, красота. Теперь мне нужно посмотреть, как сделать трубы. Производство стальных труб делается из стальных слитков. А чтобы эти слитки получить, нужно смешать две руды. А вернее, руду с углем. Вот, стальной слиток. Смотрим, это уголь или нет? Да, с углем. И сейчас у нас с тобой образовалась просто огроменная такая жирнющая жопа. Знаешь почему? А потому что уголь у нас находится вон там, далеко в горах, а руда у нас добывается здесь. И это нужно как-то все совместить, скрестить. Короче, вот и получается, что нас накрыла задница. Но у нас, у нас есть вот такие трактора, которые мы можем запрыгла... Оу, нифига себе, вот это я полетел, так полетел. Ничего себе. Так высоко, я еще не прыгал на своем тракторе. И походу я застрял. Черт. Трактор, можно тебя как-то сдвинуть? Это фиасочка, братан, мы застряли. Толкануть можно? Нет, нельзя. Разобрать. Давай разберем. Так вот, с чего я хотел про трактор-то сказать? А то, что мы можем же настроить транспортировку чего-нибудь. Или же сделать все гораздо проще. Найти на той территории, где добывается у нас уголь, железную руду и там все это дело скрестить. Но я сомневаюсь, что мы найдем там железную руду. Поиски железной руды. Есть тут поблизости? По-моему, я ее искал. И поблизости ее не было. Она где-то там была. Да, точно, она там. Надо спускаться с гор. Ладно, пробегусь вот здесь вот, по периметру. Попробую что-нибудь здесь отыскать. Может, все-таки есть? Железо. Есть здесь что-нибудь? Железо. Нет. Нифига, здесь нету, черт подери. О, 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 почти. Вон туда километр. Туда километр. Туда возвращаться не хочу. Значит, вон туда. Угу. А там смотри, как все воняет. Сколько токсинов. Боже мой. Здесь грибов сколько, капец. Цветочки. А, ну это цветки. Грибы в виде цветков. Ладно, пойдем. Вон там слезняк. Мимо нас пробежал птенчик какой-то. Пойдем слезняка достать. А, нет, не доставим. Там тоже токсины всякие. Ну, короче, смотри. Мы находимся на горке, на сопочке. А все минералы другие. Другие минералы, кроме угля, находятся внизу. И надо спускаться. Значит, возвращаемся домой. По пути собираем слезняков. И есть у меня другая идея. Нашел уголь. И написано, что это уголь, который богат залежами. Опа-на. Опа-на. Смотри, кто здесь у нас. А я достаю свой новый меч. Электрошокер. Ну давай. Давай. Хоп-на. Хоп-на. С трех пушек. Вообще огонь. Так, попробуй, подойди ко мне. Сразу отхвалишь. Спасибочки. Где третий? Эй, мусь-пуська. Мусь-пусечка, на тебе по жопе. Опа-на. Ну, вообще огонь. С таким мечом электрошокерским. Раскидываешь всех на ура. Меня больше никто не страшен. Забираем слезняка. Я все смотрю вон на то дерево. Оно похоже на какого-то робота. На человека. Я как не обернусь, думаю. Человек. А нет, это просто. Дерево с семенами. С орехами. Сейчас пойду, соберу его, чтобы она меня не путала. Вот так вот. Короче. Моя идейка. О, Песель, привет. Привет. Ты куда-то подождите. Поглажу, кушайте, дам. У меня мясо здесь с собой. Ну, он не хочет. Ну, и ладно. Мимо пробегу. Короче, я думаю, что нужно будет делать конвейер, который будет поставлять нам уголь прямо туда. Потому что машины заправлять нужно. Машина ненадежная. Может, она еще и свалится с нашего этого моста длиннющего. Так что будет у нас крутой. Конвейер. Так. Где-то здесь был слезняк. Я знаю, что нам поможет найти его. Вот эта вот штука, где она у меня? Искатель. Вот. Искатель, найди мне, пожалуйста, слезняка. Он где-то тут вот прям рядочком был. Походу, нам сюда. Где-то здесь я вот чувствую. Вон, 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 вон он. Да. Иди к побочке. О, там еще и ягоды. Здорово. Я слышу свиней. Сейчас меня надерут зад, да? На тебе. И вперед, добивашечки, рукопашечки. Иди. Вот так вот. Выкусили все, да? Теперь я буду нагибать вас. А не вы будете меня гонять тут по лесу. Спасибо за броньку. Спасибо за мясо. Еще дерево забираю. Дерево нафиг надо выкидывать сразу. Потому что зачем оно мне? И листву тоже. Но мне не нужно пока. И вообще не понадобится в будущем. Кроме как красительные всякие вещества делать. А вместо дерева я уже давно использую уголь. Так, значит. Что значит угля? Уголь у нас здесь разделяется. Поэтому этот рудник я не буду использовать. Хотя хотелось бы. Поэтому мы сейчас сделаем новый. А я, кстати, брал с собой бурильную установку. Нет, конечно. Это ничего не взял. Опять лоханулся по полной. Сейчас хочу посмотреть, смогу ли я этот бур вручную здесь сейчас собрать и сделать. Так, не здесь он походу собирается. А здесь. Бур, бур, бур. Вот. Да, смогу. Отлично. Делаем один бур. И втыкаем его сюда. Только с разворотом. Нам его нужно развернуть в ту сторону. Вот и готово. Теперь нужно его подключить к нашей электросети. И что у нас там по энергоснабжению? Ну, вроде нормальненько все. Ну, теперь остается только... А, черт. У меня не хватит на конвейер крутой материал. Придется делать обычный. Пошла вода горячая. Строим, значит, куда? Вот сюда его. Кстати, конвейер можно будет сделать таким образом в виде заборчика у нас будет. Позволяющая нам не вылететь за пределы нашего мостика. И вот по краю его и пустим здесь. Почему бы и нет? Еее, ну что, типа конвейер с углем у нас есть. Это прям круто. Осталось только этот уголь дождаться, пока он поступит к нам по конвейеру. И у нас сейчас будет мозговой штурм. Дело в том, что нужно понять, как нам тут скрестить теперь уголь и наше железо. И значит, как делаем? Вот это вот разбираем. Поставим вот здесь. И поднимаем как можно выше. Вот. Сейчас поймешь, для чего я это делаю. Сейчас. Теперь сделаем и тут. Вот. А тут уже можно опускать. Я думаю, что большинство уже догадалось. Мне нужно, чтобы здесь проезжал автотранспорт. Поехали, проверим. Ну, вроде бы все тут умещается. Ага, все отлично. И там тоже буду проезжать. Это здорово. Значит, то количество руды, которое у нас отправляется вот в эту плавильню, он нам не нужен. Я думаю, что где-то вот здесь. Где-то, где-то. Да, где-то здесь. Это убираем. Мы поставим разветвлитель. И я думаю, что вопрос с добычей у нас решится. Вот. А значит, вот эту часть мы подведем к другому краю. Вначале давай поставим литейную. Хоп она. Вот у нас литейная. Сюда у нас будет заходить и уголь. Блин, не допрыгнуть. И уголь. Вот. И вот эту штуку сейчас сюда забедем. Красивенько как-то надо. Да, можно и так, в принципе. Пока что красота нам не к месту. Все равно перестраиваться будем потом. Сюда у нас будет железная руда поступать и уголь. Который мы уже давно, давно, давно с тобой ждем. Очень долго. Его все нету. Где уголь-то? Ага, вон, 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 вон он. Кажется, это уголь, да? Это не пустой конвейер едет. Сейчас поднимусь. Да, вот он уголь. Он уже рядышком, он уже близко. Куча угля. Здорово. Теперь едем на конвейере назад. Я, короче, бегу и смотрю вон на те контейнеры. И думаю, блин. А что я буду все перетаскивать с них? Я просто сейчас возьму. Смотри, как гениально. Тут у меня все закончилось. Я это все дело разбираю. Я сейчас пойду. Сделаю там конвейер от одного конвейера. Конвейер от контейнера к другому контейнеру. И потом пущу этот конвейер длиннющий туда. Прямо сразу в переработку. И все. Единственное, это будет как-то странно выглядеть. Но сейчас попробую это замутить. Так, так, так. Он должен войти сюда. Здесь. Вот сюда. Отсюда теперь идет вот сюда. Вот. Ну и как ты видишь, у нас идет циркуляция барахла из контейнера в контейнер. А последний, соответственно, контейнер, который был подключен, мы сейчас введем непосредственно в переработку. Не имея 100 друзей, а имея 100 конвейеров. Вот это дельная поговорочка. Все. Теперь это будет ехать все сюда. Оу, оу, оу. Я надеюсь, это не вызовет никаких проблем. Не, давай лучше переделаем. Вот сюда заходит. И сюда поступает. А у нас тем временем уголь уже подбирается тихонечко. Тихонечко. А я сейчас настрою наш литейный завод. И подключу его к нашей энергосети. Так, у нас есть небольшие проблемочки. У нас нет свободных электросети. А, нет, наврал. Вот здесь вот есть одна. Значит, подрубаем. Настраиваем на производство стальных слитков. Ну, как мы видим, наша чудо-перерабатывающая установочка работает. Все в нее поступает. Все шикарно. И теперь уголь также у нас сейчас будет заходить в литейку. Все пошло, все пошло. Теперь мне нужно из этого стального диска сделать трубы. А для этого нужен конструктор. Конструктор. Максимально близко все ставим. Теперь подключаем наш конвейер. Чудненько. И настраиваем это все на производство стальных труб. Теперь нужно подключить электричество. У меня там, по-моему, еще был свободный. Нет, нету свободного. Черт. Ладно, сделаем резервный. Подключим его сюда. И от него к конструктору. Все, конструктор вроде подключен. Сейчас проверим. Да, он делает стальные трубы нам. И это очень хорошо. Очень прекрасно. Так, а чтобы делать нам еще другие штуки. Вот, например, стальная балка. Для этого тоже нужны стальные слитки. Значит, есть у меня предположение, что я немножечко поторопился. Так, давай мы вот это разберем. Вот так. Здесь нужно поставить развитвлитель. Ага. Слитки идут. И вот тут у нас будет два конструктора. Оба-неги. Ну вот, в принципе, и все. Все, мы решили проблему с трубами и с остальными. Чего-то там, чего-то как-то там называлось. Единственное, на последний конструктор мне не хватило конвера. Сейчас пойду возьму стальные листы. Ну вот. Вроде бы стальных слитков нам хватает и туда, и сюда. Довольно быстро все поступает. Ну что ж, поскольку у нас есть теперь эти материалы, пойдем посмотрим в нашем хабчике, что нам нужно для гиперлапса. А для гиперлапса нам нужно следующее. Смотри. 300 вот таких вот листов. 300 труб. А еще и железобетонные балки. А как их делать? Железобетонные балки. Вот это я упустил. А здесь у нас что? А, смотри, чтобы сделать железобетонные балки, нам нужно вначале прокачать вот это, продвинутое производство стали. И здесь как раз мы обучимся железобетонным балкам. Тогда нам нужно, смотри, что. Ротор 200 штук. Трубы 200 штук. А все остальное у меня есть. Понял. Роторы и трубы. Так, давай мы тогда вот это все закинем сейчас сюда, чтобы у нас цели отображались. Ротор закидываем, трубы, медная проволока. Вот так вот. Что у нас тут по медным листам? Сколько у нас их уже? У-у-у, медных листов тут достаточки. Это хорошо. Про ротор совсем забыл. Погнали. Роторы посмотрим. Там у нас накопиться должно было. Ну-ка, ню-ка, 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 ню-ка. О-о-о-па-на. 146 роторов. Это прям вообще кошерно. У меня там в запаснике нигде ничего нету по роторам. Роторы, роторы нет. Но есть у меня железобетонные балки. Это хорошо. Возьмем. Трубы делаются довольно быстро. Забираем. Е-е-е-е. Продвинутое производство нам открыто. Ну что ж, посмотрим, что мы там можем делать. Новые строения, новые детали. Итак, здесь ничего нового. Вот. Буровая установка второго уровня. Все остальное у нас появилось в ассамблере. Это вот эти вот железобетонные балки, моторы, стартеры, универсальные каркасы, автопроводка. Короче, кучу всего интересного. А железобетонные блоки у нас будут... О, да. Ну вот и начинается перестройка завода. Нам нужно сюда подвести бетон и стальные балки. Ну, в принципе, это можно организовать. Просто вот это вот все разбираем. Когда надо, подключаем. Когда не надо, отключаем. Вот и все. Соответственно, сюда мы сейчас с тобой притянем бетон и стальные балки. И все это дело запустим. Ну что, бетон, настало твое время. Ты долгое время складировался у меня вот в этом органайзере. Ну и теперь нужно тебя поднять наверх. Для этого надо разобрать потолок. И поставить конвейер. Так, у нас тут нарисовались первые сложности. Нам нужно еще вот эту убирать. Да, капец. Низковато. Низковато. Надо убрать. А вот так в самый раз. Теперь, смотри, что я сделаю здесь. Я просто беру вот это, поднимаю, разворачиваю. И все. Отсюда у нас летит теперь конвейер. Вон туда прямиком. Хопаньки. Готовеньки. И теперь нужно запустить балки еще сюда. А балки мы как запустим. Надо их поднимать снизу. Ладно, делаем лифт. Вот так вот. Давай в ту сторону, наверное. И от него куда-нибудь сюда. Притянуть его. Вот. Отлично. И направляется прямиком вот сюда. Ой, даже скосил. Но не страшно, не страшно. Вроде бы теперь все гуд у нас. Цемент здесь. Балки вон идут. И сейчас будет у нас железобетонная балка производиться. Ух, да. Мы это настроили. Мы это сделали. В принципе, ничего сложного. Когда у тебя огромная куча ассамблеров. Ну что, у нас здесь все готово. У нас здесь все подведено. Но. У нас ассамблер этот выключен. И ты помнишь, почему он выключен, да? Потому что у нас сразу же вылетят пробки. Нам нужно вот этот вот чудо-утилизатор отключить. А ассамблер включить. Значит, этот вот мы отрубаем. Там уже купончик один. Крут. А вот эту штуку, значит, запускаем. Все, поехало. Все делается отлично. Давай-ка мы теперь откроем вот этот вот гипертрубы. Выбрать цель. И будем сюда потихонечку закидывать. Насчет медных листов. У меня их уже навалом. Насчет труб пойдем посмотрим. Трубы, трубы, трубы. Ну что вы там трубы. О, 200 уже накопилось. На самом деле, вот это вот все, это сейчас такая лафа. Потому что потом... Все, да. Медных листов нам хватает. Труб чуть-чуть осталось. И вот этих железобетонных балок. Потому что потом, когда мы гиперлапсы эти откроем, нам нужно будет отправлять кое-что наверх. А именно, смотри что. 500 омных обшивок. 500 универсальных каркасов. 100 автопроводок. И это все для того, чтобы открыть пятый и шестый уровни в Хаби. Так что следующей серии, походу, нам придется попотеть конкретненько. Знаешь что? Я вот сейчас залез в магазин, включил детали и думаю, у меня же есть 4 купона. И я мог бы купить эти железобетонные балки. Но блин, 3 купона на них тратить, это конечно жаба меня задушил. Поэтому пошло оно все. Маленький еврейчик во мне сыграл. Я думаю, да ладно, я там уже производство запустил. Так что в пень колоду все будет у меня пучком. Я бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, бегу. А теперь лечу, лечу. И лечу, лечу, лечу. Все, наконец-то. Я все собрал. Все у меня есть. Я это все закидываю. И давай пускаем быстрее. И гипертрубы у нас в карманах. О да. Гипертрубы, давай посмотрим на них. Где они у нас? Новые постройки. Куда их могли затолкать? Хватит, Анна, требещать. Требещать и вещать. Гипердрубы, друбы, трибердрубер, дубер, кибер. Вот они, вот они, передвижения. О да. Давай-ка мы сейчас быстренько построим небольшую часть трубы и проверим, как это все работает. Хочу глянуть. Итак, как я и говорил, гиперлуп у нас будет здесь, только с другой стороны. То есть здесь у нас конвейер идет, а здесь у нас гиперлуп будет. Соответственно, заборчики такие импровизированные. Вход в гипертрубу. Он выглядит вот так вот. Вот так. Как? А, туда еще электричество нужно. Все это работать будет. Ну, как бы естественно, да. Это, знаешь, как маленький коллайдер будет. Значит, опора гипертрубы. Вот. Строим ее. Ты видел, как она открывается? Я подхожу, она открывается. Прикольно. Забавно выглядит. Так может быть нам, если вход есть... Да, мы могли вход и просто поставить, без вот этой вот штуки. Но я сделаю так. С опорой. Так интереснее смотрится. Значит, поставили. Что-то какая-то фигня, да? Выглядит. Ну-ка, подожди, я отойду. Отойду. Она закрывается. Ага, смотри. Ближе подхожу. Она чуть-чуть открывается. Ее... О-о-о, как фокус в камере. Работает. Кстати, а сколько она электричество потребляет? Ну-ка, давай посмотрим. 10 мегаватт. Ага. Ну ладно, учтем. Значит, все, пошла труба. Пошла вода горячая. Здесь. Теперь подъем наверх вон туда. Как-то она странно изогнулась, конечно. Но... Ну ладно. Вот сюда. Уах! Огонь! Ну, я думаю, этого достаточно пока что. Вот забор, вот забор. В принципе, нормально. Можно и на тачке гонять. Но зачем, когда есть гиперлапс? Давай попробуем сюда зайти. А, нет. Надо вначале подключить. Значит, сеть я предлагаю взять отсюда. Подушечку нашу отключим. И подключим гиперлапс. И посмотрим, как это все будет работать. У-у-у, как там все всасывает. Ну что, погнали? Как-то запрыгнуть. Воу! Нифига себе, прикольно. Круто! А я сейчас далеко вылечу, нет? Фух, недалеко. Ну и хорошо. А в эту сторону можно войти? Нет, нельзя. Угу. Пока что он работает в одну сторону. Ну что я могу сказать? Так передвижение удобнее, быстрее. Нигде ты не тормозишь, нигде ты не застреваешь. И скорость не теряешь. Наверное, мы тут со скоростью 50 км в час летим. И мне это чертовски нравится. Если тебе тоже, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан. А на этом все. Я с тобой прощаюсь. Спасибо, что смотрел. Пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok